Задыхаются в антисанитарных условиях. Жители пятиэтажки в заводском районе с трудом могут выйти из своего дома. Сточные воды затопили подъезд. И так продолжается несколько лет. За это время нечистоты подмыли фундаменты без того ветхого дома. Теперь жители боятся находиться в своих квартирах. Но до их беды никому нет дела. Подробности в нашем следующем материале. Это первый этаж, но все задыхаются от этого. В квартире сырость. Это не один день. Даже не один месяц. И даже не первый год подвал пятиэтажки по улице Омская затапливают нечистоты из канализации. Ежегодно проблему решали с помощью осенизаторов. Машина с насосом приезжала и выкачивала сточные воды из подвала. Тогда домом занималась одна управляющая компания. Недавно организация сменилась и полностью забыла про жильцов. Задыхающиеся от зловонного запаха жители обращались во все инстанции. Водоканал не берется, ни их территория. Но и управляющая компания, говорят жители, открещивается. Тогда активисты решили найти поддержку у власти. Я обращалась одновременно и в приемную президента, на Челюскинцев, который находится, и в ЖКХ области. Также писала заявление. То же самое. Отписка была такая, что до февраля месяца нас откачает подвал. А сушит. В мае месяце они приехали, бригады, слесарели, покачали три часа. Уровень вот настолько уменьшился. И тут же уехали. То есть ничего не изменилось. Они просто отписали, что они исполнили. Но это лишь на бумаге. На деле воды не убавилось. Она пребывает постоянно. Всему виной неисправные коммуникации, которые уже давно никто не ремонтировал, говорят в госжилинспекции, куда жители обратились еще в начале августа. Специалисты ведомства провели обследование и дали заключение. Виновное должностное лицо управляющей организации, которое осуществляет управление этим многоквартирным домом, будет привлечет к административной ответственности. Кроме того, этому юридическому лицу выдано предписание в течение месяца устранить все эти нарушения. Поэтому исполнение этого предписания находится на контроле. И мы обязательно через месяц выйдем еще раз на этот адрес и проконтролируем исполнение. Тем временем вода уже подмыла фундамент и без того ветхой пятиэтажки. Один из углов уже просел и начал опадать. Рабочие поставили вот такие подпорки. Снаружи и внутри дома. В душ нужно провезти вот такими вот способами, вот такими вот зигзагообразными. Вот так вот сюда пройти, зайти. И вот чтобы хотя бы скупаться в таком у нас, видите, красивом душе. Естественно, это нужно сделать по-быстрому, потому что неизвестно в какую минуту и что может произойти здесь. Деревянные подпорки для кирпичного дома, как к мертвому припарка, говорит Светлана. Уже больше года она в страхе заходит в санузел. Да и комната, в которой она проживает с малолетним ребенком, самая ближайшая. И если бревна не выдержит, она и ее сын могут оказаться погребенными под грудой кирпича. Вот мы сейчас здесь с вами стоим, а у меня сердце вот дрожит до такой степени, потому что я боюсь, оно может рухнуть в любую минуту. А у нас выхода никакого нет. Дом уже несколько лет как аварийный. В прошлом году жители вызывали специалистов МЧС, которые практически назвали точную дату обрушения. Нам даже рассказали, как дом будет падать. Они нам сказали, сначала та стена упадет, потом вот эта стена и рухнет весь дом. Это может случиться в любой момент. При этом в платежках, которые приходят ежемесячно, в графе ремонта и содержания жилья стоит приличная сумма. Но куда они уходят, если трубы как текли, так и текут, а четыре этажа кирпичного дома держатся на подпорках. Это видно невооруженным глазом. Явно не на ремонт пятиэтажки. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.